Было объявление коменданта всем евреям собраться, взять необходимое и закрыть ключи, отдать им, коменданту. Собирались мы по улице Фонтанной и Советской на углу. Когда нас собрали порядочно, и оттуда нас всех погнали в гето, в университет, бывший, в металлургический институт. Там мы пробыли два дня. А что из себя представляло помещение, где вы находились? Расскажите о том. Какое помещение? Мы были в актовом зале. Сейчас он называется актовый зал. Ну, два дня пробыли. Потом женщин с детьми собрали на утро. Девятнадцатого в девять утра забрали маму и двоих братьев. Меньшего Яна и старшего Бориса. А вы не пошли с ними тогда? Нет. Женщин с детьми забирали на эти машины какие-то крытые. И больше мы маму не виделись с братьями. А позже нас гнали пеши. Отец, братик, Изя и я втроем. Нас гнали пеши на агробазы туда. Но мы не знали. Вам говорили что-то, куда вас ведут? Сказали, что вас будут отправлять в Палестину на работу. Мы не верили, что с нами будет. И мы шли девять километров пеши до агробаза. Когда мы пришли туда, и мы все ждали. Машины подойдут и нас в Палестину повезут. Но это было часиков в четыре. Группами нас делили. В четыре часа утра или днем? Это было часа в четыре. Забрали и стали делить группами. Мы стояли за сараями. Там два сарая было, а мы за сараем. Но мы не думали, что будет расстрел этот. Мы не думали, конечно. Но когда дошла наша очередь. И мы сравнялись уже тогда с этими сараями. И увидели эти окопы. Там ботиночки валялись детские. Там шапочка валялась. И тут мы поняли, что уже нас будут расстреливать. Что делать? Продолжение следует...